Файт Ревью Это хроника ярких побед латвийского спорта Файт Ревью Это история Боксинг И сегодняшний день боевых искусств Кикбоксинг Греплин От самых древних Банкрадион И до самых современных ММА Файт Ревью Интервью с победителями И уроки самообороны Воспитание у младежи Силы духа Воле Стремление к победе Файт Ревью Не пропусти Будет жарко Добрый вечер, уважаемые друзья Мы рады приветствовать вас В передаче Файт Ревью И сегодня мы будем с вами смотреть поединки По правилам ММА и К1 С вами сегодня будет Манвел Исаджанян, президент клуба Саварч И Роланд Миколаускас, тренер И президент клуба Голден Глори И мы видим поединок Начался Мартин Симонян Против Юриса Верзы Мартин Симонян представляет Спортивный клуб Саварч Видим как сразу Пошел в атаку Почти добил уже Соперника Поединок начался Сразу без разведки Мартин Доминирует Сразу же с первых секунд Пытается залезть Сверху Занять позицию сверху И закончить поединок досрочно Ну Верзе удалось выбраться Из-под шквала Атак И сейчас у них работа В стойке Клинч Такой тайский С работой колен Юрий Верза Достаточно опытный Боец Он сражался Скажем С такими именитыми Бойцами Как Эдгар Скриверс А это уже говорит О многом И сражался достойно По-моему Поединок Проделился 2 или 3 раунда Даже Успешно перевел В партер Сейчас занял позицию Маунт И очень опасно Для Симоняна Поединок Переходим На середину В ту же позицию И поединок Продолжается Верза Атакует Симонян Пока защищается Пытается выбраться Из этой позиции И вот Смотрим Удается ему Выйти из тяжелого Положения И сразу в атаку Достаточно Красиво И эффективно Симонян Выходит из положения Сейчас Оказывается Большой опыт Любительских боев Очень много Поединков Провел Мартин И Является Двухкратным Бронзовым чемпионом Бронзовым призером Чемпионата мира По панкратиону И мы видим Как он Занял удобную позицию И добивает соперника Хорошей серии В исполнении Симоняна Без остановок Хорошая функциональная Подготовка Юрис пока Победу Техническим нокаутом В первом раунде Красивая победа Симоняна Симоняна Ребята показали Хороший Красивый бой Публике Понравилось Надеемся Что и вам понравился Поединок И победу Одерживает Мартин Симонян Спортивный клуб Саварч Поздравляем Уже несколько слов В области боевых искусств Юрий Васильев Здравствуйте Юрий Добрый день Мы слышали Что 3-4 мая Грядет какое-то Грандиозное событие Расскажите 3-4 мая Состоится Ну не такое Что прям Очень грандиозное А уже традиционное Событие Уже в 12-й раз Я буду проводить Открытый чемпионат Латвии Чемпионат Пройдет Уже В третий раз По правилам Новой всемирной Ассоциации ВКТСФ То есть World Kicktai Boxing Sport Federation Соответственно Эти правила Которые мы опробовали Уже на двух турнирах Они начинают Приживаться И дают Определенный Кругозор Нашим спортсменам Немножко шире Почувствовать Всю боевую Контактную технику Это третий По счету Чемпионат Который проходит В Латвии Да По этим правилам Проходит у нас Здесь В Латвии А в общем Это какой Чемпионат По счету Вообще Этот чемпионат Который я провожу Уже сказал Что это 12-й Открытый Чемпионат Нашей страны По правилам Киктайбокса Это именно По правилам Киктайбокса Сколько стран Участниц Ну пока еще Так рано Говорить Потому что Заявки будут Приниматься До 16 апреля Поэтому Сейчас я могу Просто предположить Что традиционно У нас 4 страны Это 100% Участие Да Это вся Прибалтика Плюс Калининград Или Питер Да То есть Ближайшие наши соседи А еще кстати Псков к нам приезжал Да То есть Ближняя Россия Ну так же Рассосланы приглашения И украинцам Вот У них сейчас Большие проблемы По спорту В стране Но в принципе Мне предварительно Дали согласие Обдумать Это решение Да Вот Потом мы приглашали Всегда Финов Шведов Поляков Приезжали к нам Англичане Приезжали Чехи На чемпионат Приезжали Немцы Ну скажем так Вот такое То есть Все эти государства Опять же Будут приглашены А там посмотрим Как они смогут С финансовой точки зрения Или по Датам Состыковать Своё участие Ну Будем надеяться Что будет больше стран Мы были на ваших чемпионатах Они Насколько мы помним Они по традиции проходят На очень высоком Организаторском уровне Где будет на этот раз Традиционно Мы проводим В нашем любимом Уже Месте Это Зал Ханза Видус Кола Это большой Холл Где Все Условия Созданы для спортсменов Огромное количество Раздевалок Есть Трибуны Большой Светлый зал И уже Такой Сработавшийся Годами Персонал Который нам Помогает Поэтому У нас всегда Все Вовремя Всегда Все Под рукой И Довольно Такой Интересующий Спортсменов Вопрос По судейству Кто будет Задействован Судействием Ну Традиционно По федерации У нас Уже Сложилось Такое Что мы Приглашаем Судей От каждой Команды Участника Другое Дело Не все Команды Могут Предоставить Компетентного Человека Для этого Перед чемпионатом Будет проводиться Семинар Который мы Традиционно Опять же Делаем Чтобы Расширить Количество Судей Которые Могут Обслуживать Чемпионат Чтобы Максимально Честно Все было Сколько дней Будет Семинар Проходить Семинар Мы проводим Несколько часов Вечером Порядка Три-четыре Часа Объясняются Правила Потом Делаются Акценты На правильность Заполнения Документации Объясняются Принципы По которым Должен Проходить Судейство Ну и Проводим Несколько Буквально Таких Теоретических Просмотров Видео С боями Чтобы проверить Насколько Судья Компетентно Реагирует На технику Как бы так Да А какие разделы Будут У нас По правилам Кик-тай Боксинга Традиционно Только два Раздела Это Раздел Сам Кик-тай Да И раздел Кик-лайт Они Отличаются Тем Что в Разделе Кик-лайт Нет Ударов По ногам Да То есть Спортсменам Запрещено Наносить Низкие Удары А раздел Кик-лайт Это полная Техника Ударная Колени Локти Ближний Бой По полной Программе А в разделе Лайт Можно будет Вкладываться Удар В разделе Лайт Контакт Он потому И есть Лайт Что акцентированные Удары Запрещены Если только Возможно Когда спортсмен Противник Пренебрегает Защитой И прет Вперед Как говорится С открытым Забралом Тогда Навстречу Можно бить Жестче И даже Довести Удар До Нокдауна И это не будет Дисквалификацией Это не будет Дисквалификацией Но это оценивает Рефери На татаме На площадке И супервайзер Поединка Да Тут должен быть Очень четкий критерий То есть Спортсмен превысил Допустимую Жесткость Или все-таки Он воспользовался Оплошностью Своего соперника Ну тогда Если это оплошность То может быть И нокдаун И нокаут Но Тогда победа Будет за спортсменом Который нокаутировал Но если Спортсмен превышает И делает это Акцентированно С агрессией В атаке То такого Спортсмена В лайтконтакте Дисквалифицирует Дисквалифицирует Более жесткий Дисквалифицируем Дисквалифицируем Как бы Чемпионате Ну и еще Дисквалифицируем Или еще Хуже Прямая Дорога На кладбище Поэтому Значок Стоит в этой Афише И мы будем Продолжать Борьбу Поднята Уже Достаточно Серьезная Волна Возмущения Что К этому Вопросу Уже Подключаются Политики Законодательных Органов Сейма Я думаю Что в ближайшее Время Будут приняты Правильные Поправки К закону О продаже И обороте Этих Средств И соответственно Они исчезнут Из нашего Города То есть Мы не молчим И поэтому Я думаю Что все будет Так как должно быть Будем надеяться Ну и последнее Еще раз 3-4 мая Адрес Адрес Гростонос 5 Это Ханзу Ввиду Скола Спортивный Холл Начало В 12.00 Приглашаем Всех Заявляться На участие И Спортсмены Которые Или Друзья Спортсменов Обязательно Приходите В гости Поболеть За своих Друзей Я думаю Что турнир Будет Как всегда Очень И очень Захватывающим Ну а дополнительная Информация На Тройной W Кикбоксинг ЛВ Файт Ревью А следующий Поединок Пройдет По правилам К1 Это будут Лучшие Моменты Поединка Самые Яркие Самые Красивые И в котором Встречается Представитель Беларуси Александр Макаров Который Тренируется В Риге Спортивный Клуб Севарч И Седрик Эскамес Франция Это будет Международный Поединок Очень Интересный Также Который Проходил В городе Тукумс Отличный Турнир Был С множеством Иностранных Бойцов Выступали Французы Выступали Норвежцы Представители Африканских Стран Взяли Такой Большой Масштаб Организаторы Турнира И Сейчас Бойцы Готовятся К Поединку Напоминаю Поединок Пройдет По правилам К1 Три Раунда По Две Минуты Это Поединок К1 Сами Про Где Разрешена Защита На Ноги Но Без Шлемов Так Красный Угол Александр Макаров Севарч Беларуси И Цедрик Эскам Из Франции Он Сразу Такой Хайкик Александр Провел Точный Очень Уверенно Себя Чувствует Хотя Не такой Опытный Боец Но Уже Какая Смелость Есть Даже Перед Иностранными Соперниками Александр Демонстрирует Хорошую Технику К1 Хорошую Защиту Перед Ударами Лоу-кика Поднимает Колено Это Очень Правильно И Грамотно Наносит Очень Мощный Лоу-кик По французу Александр Макаров Но Француз Туже Наносит Встречный Хук В голову Поединок Поединок Проходит Пока На встречных Курсах Хороший Супермен Александр Работает Ох Пропустил По печени Нножкой Еще раз Туда же Но Выстоял Молодец Казалось Что Нокаут Будет Но Нет Крепкий Парень Молодец Александр Выстоял Достаточно Мощный Удар Был Пропущен Поединок Продолжается Хорошая Двойка В исполнении Француза Француз Достаточно Хорошо Работает Руками Видна Подготовка Бокса Также Александр Пока Восстанавливается После Пропущенного Удара В печени Контратакуют Французы Работают Хорошими Внутренними Лоу Киками Достаточно Эффективно Все время Спасмены Передвигаются Не стоят На месте Видно Что Оба Спасмены Хорошо Подготовлены Хорошая Серия В исполнении Француза Руки Ноги Хорошая Связка Удар Корпус Пропустил Ногой Александр И закончился Первый Раунд Сразу же Начало Второго Напоминаю Что это Яркий Малитик Хороший Хайкик Слева В исполнении Александра Макарова Француз Устоял Но Александр Потряс Соперника Достаточно Мощно И неожиданно В начале Раунда Хороший Удар Был Он тут Пытается Отыграть Эти баллы И пошел Вперед Пока Мы видим Удары Все руками Проходят По перчаткам Напоминаю Для зрителей Что Засчитывается Только Точные Акцентированные Удары К1 По перчаткам По перчаткам Эти удары Не считаются И пока Мы с вами Разговаривали Александра Снова Мощный Лоу-кик Который Потряс Французского Бойца И Француз Сейчас Скажем Идет Ва-банк Пытается Отыграть Очки Потому что Данный раунд Мое мнение За Александром Он еще Не закончился Но пока Доминирует Весь раунд Александра Француз Уверенно Занял Центр Ринга Александр Работает Вторым Номером Но Отбивается Очень Умело Видно Француз На упаде Еще Один Супермен Хороший Суперменчик Обмен Пошли Ребята Это как раз То что нравится Зрителям Обмен Двусторонний Обмен Двусторонний Поединок Хорошая Двоечка Прошла Очень достойный Поединок Интересно Смотреть Ой Хорошая Двоечка В исполнении Французского Бойца Александр Пропускает Достаточно Грамотно Александр Защищается От локиков От шагивания По минимуму Принимает удары И Начинается Третий Решающий Раунд Пока что Поединок Достаточно Равный Возможно Небольшой Перевес В сторону Александра Но Седрик Тоже Сейчас Видим Как Пошел Вперед Хороший Мощный Лоу-кик В исполнении Александра Но бой Этот раунд Идет Пока с переменным Успехом Сейчас В атаку Пошел Французский Боец Александр Клинчует Для того Чтобы Передохнуть Взять паузу Хороший Супермен Да Александр Показывает Такую Интересную Технику Супермены Удары Ногами Высокие Разнообразно Очень работает И попадает С рук Хороший Встречный Левый И Хорошее Развитие Атаки Не стесняюсь Отвечает Сразу Очень интересно Смотреть Этот Поединок Пробивает Правый По корпусу Александр Отвечает Также Правый По корпусу Скажем Обменялись Любезностями И Хорошая Сирия И еще Попал Четыре Подряд Точно Ударов В голову Французу Но Как вы Видите Выстоял Без проблем Выдержал Эту Атаку Седерит Эскамос Из Франции Небольшая Остановка Рефери Остановка Поединок Для того Чтобы Вернуть Капу Да Соперник Александр Абсолютно Спокоен Такое чувство Что в первом Раунде Не устал Почти Француз Выглядит Более Уставшим И снова Александр Пошел В атаку Ой Хороший Хайкик Ну а Снова Выставил Француз Не упал Крепкая Голова Гостя Нашей Страны Молодцы Ребята Очень Хороший Бой Поединок Бухари Оба Скажем Оба Работали Первым Номером Сказали Очень Красивый Поединок Видим Решение Судей В этом бою Решение Судей Победу Одерживает Александр Макаров Белоруссия Спортивный Клуб Саварч Сайт Ревью Уроки Самообороны Давайте Расскажем О технике Которая Очень Эффективна И на самом деле Очень Проста Это техника Удары По ногам То есть Низкий Удар Лоу Кик Лоу Кик Используется Очень Часто Потому что Не требует От спортсмена Хорошей Растяжки И Всегда Попасть Незащищенную Противника Ногу Очень Легко На примере Своего Спортсмена Хочу вам Показать Как Выполняется Удар Лоу Кик Правильно Удары Лоу Кики Могут Быть Как Внешне Так И Внутренне Самый Жесткий Удар Это Тот Удар Который Идет Сверху Вниз И Проиводится Нижней Частью Голени Это Жесткий Удар Удар Лоу Кик Также Может Выполняться И На Дальнюю Ногу Внутренне Движение То же Самое Чтобы Удар Был Сильный Надо Выполнять Его Стараться Максимально Перпендикулярно Ноге Очень Часто Мы На соревнованиях Видим Что Удар Может Прийтись В пах Это Будет Оцениваться Не то Что Техника Такая Опасная А то Что Спортсмен Наносящий Удар Нарушает Одно Правило Он Выполняет Его Не Перпендикулярно Поверхности Ноги Удар Делающийся Перпендикулярно Может Быть Возле Паха Но Не травмируя Своего Противника В спальне Теперь Давай Попробуем В одну Лапу И Продемонстрирую Удар Более Мощный Чтобы удар Был сильным Еще раз Говорю Надо Полностью Работать Всем Коррусом Сайт Ревью Уроки Самообороны Один Очень Эффективный Прием Самообороны Который Использует В себе И технику Ударную И технику Бросковую Смотрите Если вы Чувствуете Самый Эффективный Удар Человек Наверное Захочет Против вас На улице Сделать Со своей Сильной Правой Руки Вы Должны Помнить Что самое Главное Не остаться На линии Атаки И когда Делается Удар Правой Рукой Самое Главное На этой Линии Не остаться Еще раз Вы Уходите С линии Атаки И делаете Вот такой Болевой Прием На Излом Локтя Еще раз Продемонстрирую После этого Рука Идет В удар Наносим Расслабляем Своего Противника Прихватываем Его за Плечо И идем Подсечкой На пол После чего Наносим Эффективное Добивание Покажем Эту технику Еще раз В более Быстром Исполнении Базовую Технику Ударов Рук Лучше Отрабатывать В стойке На одной Линии Так называемая Фронтальная Стойка Ну а дальше Переходить Уже К Отработке Техники В своей Привычной Стойке Хочу отметить Одно Что В разных Стилях Карате Используются Разные Стойки А в Кикбоксинге Эта Стойка Одна Одна Для левши И одна Для Правши Чаще всего Правша Работает В левосторонней Стойки Левша Придя на Тренировку Может определиться И начать Занятие В стойке Правосторонней В результате Он будет Немножко Более Неудобен Для своего Соперника Потому что Все-таки 90% Людей Это Правши Работа Техники В стойке Начинается Тоже Сначала На месте А потом Мы переходим К постановке Ударов С движением Вперед Когда мы Делаем Вперед Шаг Разворачивая При этом Корпус И максимально Растягивая Линию Плеча Чтобы По полной Программе Использовать Длину Своих Рук Движение Шагами Прямой Левый Удар С передней Руки Это Джет Он начинает С левого Шага Движение Вперед Удар С дальней Ручки Это Панч Прямая Техника Рук Позволяет Спортсменам Сдержать Своего Противника На расстоянии И это Основа Всех Ударов Потому что Когда мы Научимся Раскручивать Свой Корпус Вся Остальная Техника Пойдет Отсюда Сама С собой Ну вот Вкратце Все Артур Горлов Начал Тренироваться В возрасте 11 лет До этого Занимался Только Велоспортом Да и то Недолго Рассказал Нам тренер Артура Сергей Домнин Сергей Сразу Разглядел В нем Способности Желания Через Несколько Месяцев Он Выступил На первых В его Жизни Соревнованиях Но так Как программа Обучения Была Короткой Правил Не разъясняли Тактику Построили На технике Ударов Руками Но оказалось Что в его возрасте Удары руками В область головы Были запрещены Тренер Посоветовал Не нарушать Правила И работать Больше по корпусу А не в голову И естественно Двигаться Но все Что нарабатывали В зале Преобладало В первую очередь Времени Перестроиться 11-летнему парню Конечно Не хватило В итоге Артур Автоматически Нанес удар В голову Так как Нарабатывали Каждый день Вслед за этими ударами Последовала Дисквалификация Артур расстроился Но не сломался Стал продолжать Тренироваться И выступать дальше Изначально Артур рос Как универсальный Боец И тренируясь В группе Со старшими Одноклубниками Он изучал все Боксерскую технику Технику ударов Локтями Коленями Ударами ногами Во всех направлениях Ну и конечно Технику борьбы Бросковую технику Болевые Удушающие Удары в партере Но выступать На соревнованиях С 11 до 14 лет Приходилось с ограничениями За что страдал От частых дисквалификаций Их за его бойцовскую карьеру Было аж 5 Хотя соперников своих Он превосходил Но вот к сожалению Контролировать работу По ограничениям Было сложно Даже по мелочам Там где К примеру Нельзя было даже легко Коснуться рукой лица Наносил удар Ногой с проносом То есть круговой техникой Который был тоже запрещен Выступали по всевозможным видам Даже по вольной борьбе Хотя этот вид был Не так уж и близок Для Артура Тем не менее Артур по этим правилам Дважды стал обладателем Кубка Победив в двух Высокых категориях Артур вы сейчас Сам являетесь тренером Кто был тренером вашим? Сергей Домнин Ну я как разносторонний Боец Вообще у меня много тренеров Но в первую очередь Сергей Домнин Также меня тренировал Михаил Судулаев Немножко ходил К Роману Да, было ничего Немножко К другим еще тренерам Вообще сколько лет тренируетесь? С какого возраста? С 11 С 11 лет На данный момент Мне 21 год То есть 10 лет плотно с тренировкой? Да, да Именно так А что в вас вложили Ваши тренера Что вы в свою очередь Сейчас передаете своим ученикам? Ну в первую очередь Это техника Подход к боям Дух Ну дух Если у человека есть То он есть Если нету То нету Как бы так А последний бой в Нарве Как вообще оцениваете Турнир Организацию турнира И конечно соперника? Организация турнира Очень хорошая Нас встречал Александр Такой организатор в Нарве Всех боев В Эстонии В общем Очень хорошо встретил И гостиницы И все Всему тому подобное Уровень турнира Также хороший Были разные страны Россия Эстония Латвия Литва Соперник хороший был Вообще в любителях Он там занимал Какие-то места На чемпионатах мира И Европы Такой более Игровой Неударный Боец Потому в первом раунде Как-то пытался Более его обыграть Вроде как не получилось В втором раунде Пришлось Принимать какие-то меры Бить гораздо жестче И сильнее Получилось Попал с разворота В печень Сушира Попал И на 8 Он не встал А каким составом ездили И кто ездил Я Александр Скревер Александр Лапин Наш водитель Сергей Домнин И Вячеслав Беляев Представитель клуба Спарта Александр Скревер Тоже ведь провел поединок Да С очень хорошим Россиянином Три раунда рубились И по решениям Судья Александр Выиграл Какие планы На будущее У клуба Легенда К1 Ну планы большие Надо выигрывать Надо побеждать На чемпионатах Европы Мира Пока любители Пока в профессионалах Не выступаем Только мы Основная группа Это я И братья Скреверы Остальные Все ребята Пока Прокатываются На любительских Турнирах Риги и Латвии Хорошо Тогда конкретно У Артура Горлова Какие планы дальше? Ну как минимум Стать чемпионом Мира по профессионалам Я думаю Что надо сделать Это в этом году Желательно Есть какие-нибудь Значимые турниры В которых вы будете Участвовать В этом году? Ну Самый ближайший Турнир Это Евразия По Панкратиону В котором Ну Клуб Легенда Будет обязательно В обязательном порядке Будет проходить у нас В Латвии? Да В Риге Может пару слов Напутствие Своим ученикам Ну и вообще Ребятам Которые решили Прийти в этот спорт К чему стремиться? Стремиться К победе К победе над собой Над своим страхом В первую очередь Мы чего-то всегда боимся И нам нужно Как-то преодолевать это Хотя бы Начинать заниматься Спортом Заниматься над собой Не сидеть дома За компьютерами Не шляться по клубам По дворам Всем удачи Позже С 14 лет Когда турниры Начали появляться Везде и всюду Как грибы после дождя А для него Как для универсала Это было важно Стало легче практиковаться И появилась возможность Выбирать стили В которых было Наименьшее количество Ограничений За свою карьеру Артур выступил По многим видам единоборств Тренируясь Под руководством Сергея Домнина В любительском спорте Это Панкратион Плерис Агон Агон Пикс Лакс Саньда Кикбоксинг Лайт контакт Фулл контакт Лоу кик Муай тай Евро тай Бокс Карате Годзюрю Косики Ашихара Нокдаун карате Шидокан Вольная борьба Джиу-джитсу Разные версии Микс файт Но в профессиональном спорте Это ММА К1 Кикбоксинг Муай тай Евро тай Микс файт Бокс На данный момент Артур провел 110 поединков В 97 боях Одержал победы По профессионалам Артур провел 17 боев В 12 одержал победы Конечно были и досадные Скажем так С нечестно вынесенными Решениями поражения Но тренер говорил ему Даже если ты показал в бою Что ты на голову выше По уровню Чем соперник Но при этом не побеждаешь Нокаутом или досрочно Не надейся на победу По очкам В чужих застенках Со временем Артур стал поступать Именно так Он начал одерживать победы Одну за другой Либо нокаутами Либо болевыми И удушающими приемами Первый его профессиональный поединок Состоялся в 14 лет Соперник был старше всего лишь на год Потому что по любителям Бывало так Что соперники были и на 3 года старше Дебют был удачным Против литовского бойца По правилам евротая То есть без ударов локтями Артур бой выиграл С тех пор в юниорах Он провел 5 профбоев А остальные 12 Уже во взрослой Возрастной категории Из этих 12 поединков В 10 он одержал победы Впереди еще много поединков Как по любителям Так и по профессионалам Ожидается даже Несколько титульных боев Так как поступили Весьма интересные предложения Однако Лучшим пока поединком В его спортивной карьере Является поединок С латвийским бойцом С теле-тейквондо И муай-тай Евгением Алексеевым По правилам К1 Этот бой очень достойно Бы выглядел и за пределами Латвии Артур продолжает Карьеру бойца И уже набрал группу Для обучения Открыл клуб Почти год успешно Тренирует ребят Тренерский опыт Он накапливает Примерно 5 лет С небольшими перерывами Мы в свою очередь Желаем ему Оставаться в том же русле И одерживать Такие же зрелищные победы Следующий поединок Мы с вами увидим По правилам ММА Который проходил В Годвиле Турнир Роял Старс Где встретятся Два рижанина Раймонд Козловский И Сергей Логин Раймонд Козловский Начинает сразу Идти вперед И хорошую позицию Занимает Но Логин Хороший грэпплер Как мы все знаем Многократный Чемпион Латвии По грэпплингу И вышел Сразу же на спину Из неудобного положения Сразу перебрался На спину И проводит Удушающий прием И чуть бойцы Не вывалили С ринга Сейчас рефери Переведет их на центр И поединок Продолжится С того же положения Очень Красиво Исполнил этот выход Сергей И здесь уже Плотно взял шею Думаю проблем не будет Да Тактически Уступил Раймонд В этом поединке И да Сдача Сдача Все таки Сложно Ударнику выступать Против опытного грэпплера Ну что мы сейчас Увидели И Сергей тут Передает Благодарности И приветы Поединок Очень быстро Закончился Но Очень поучительный Для многих Тех Кто хотят Уступать в волне Надо Учиться бороться Без борьбы Мама Делать нечего Ну на этом все Дорогие друзья С вами сегодня были Манвел и Саджанян Тренер клуба Севарч И мой коллега Роланд Миколаускас Президент И главный тренер Клуба Голден Глори Всего доброго До новых встреч Файт Ревью Новости 23 марта В спортивном клубе Кумите Состоялся международный Турнир Голден Глори Про 4 В нем состоялось 25 увлекательных Поединков По разным правилам К1 Бокс Грэплинг И панкратион Были проведены Как любительские Так и профессиональные Поединки За чемпионские пояса Организовал мероприятие Президент Спортивного клуба Голден Глори Роланд Миколаускас В турнире приняли Участие 3 страны 5 городов И 15 клубов Лучшими бойцами Турнира стали Элвис Янсен Зиммл Сталси Тони Скравченко Голден Глори И Александр Чижов Севарч Лучшим боем Турнира Признан поединок Алексея Жукова Голден Глори Против Сергея Ефимова Севарч К слову За этот бой Ребята получили Кубки и от нашей программы За лучший бой вечера Клуб Голден Глори Благодарит за поддержку Магазин спорттоваров Команда 15 марта В клубе Файт Центр Прошел открытый чемпионат По боксу В нем приняли участие Около 40 спортсменов Из 9 клубов Латвии Хоть это и не был Профессиональный турнир С участием именитых спортсменов В нем приняли участие Ребята от 7 до 25 лет Практически не имеющие Соревновательного опыта Но почти все показали Зрелищные поединки По окончании турнира Самым техничным Был признан спортсмен Клуба Файт Центр Никита Горбунов Который досрочно Выиграл боксера Из клуба Латвия Сцинды Ивана Коченкова Самым зрелищным поединком Был признан бой Между тяжеловесами Владиславом Левшой Файт Центр И немцем Который тренируется В Юрмале Андреасом Эйлиасом Вот уже третий год подряд Весной девушки Приезжают в Ригу На Бьюти Пауэр Кап Это международный Женский турнир По боксу ИК-1 Организатор данного мероприятия Клуб женского бокса С одноименным названием Бьюти Пауэр В последние годы Девушки стали все чаще Увлекаться единоборствами И на данный момент В Латвии Это единственный турнир По боксу ИК-1 Где пробуются Представительницы Слабого пола Популярность кубка растет И в этом году В Ригу приехали уже Четыре клуба Из других стран Были бескомпромиссные поединки Нокауты Досрочные победы И море эмоций Нокал страстей Был не меньше Чем на мужских турнирах Самым зрелищным боем Был признан бой Чемпионки Европы Аманды Миллера Из клуба Рига Против Карины Лецко Из Бьюти Пауэр Приз Лучший дебют Уехал в город Тракай Его заслужила Редда Сташаус Кайта Из клуба Мустанг Приз Лучший нокаут Достался Алине Нейбауре Из клуба Руздур За волю к победе Приз получила Виктория Симонова Из клуба Бьюти Пауэр Одержавшая победу Над более опытной соперницей По дисциплинам Места разделили Следующим образом Лучший боец К1 Диана Клава МТА Рига Лучший боксер Рута Сутку Т Из клуба Олимпия Паневежес Главный приз соревнований Получила Екатерина Лицко Бьюти Пауэр 8 февраля Состоялся пятый Ежегодный турнир По мини-футболу Среди клубов Практикующих единоборство Кубок Голден Глори Организованный Роландом Миколаускасом В турнире приняли участие 10 команд В том числе Команда РЦ Вейклс Которые являлись Спонсором турнира В детском зачете Первое место Заняла команда Голден Глори На втором месте Команда Севарч Во взрослом Места распределились Следующим образом Первое место Команда ЛМТА Второе место Голден Глори Первый шаг к победе Хорошая экипировка Высшее качество За разумную цену Представляет Эверланд Все для мира Боевых искусств Официальный представитель Эверласт в Латвии Магазин ВС Спорт Перчатки Бинты Капы Шлемы Одежда И защита Всех уровней От знаменитого бренда Все это Вы найдете На Дзелзова 120Г В магазине ВС Спорт Широчайший выбор Профессиональной экипировки Для бойцов Все для бокса Кикбоксинга Борьбы И ММА Ну а цены? Цены вас приятно удивят Эверласт Выбор чемпионов Всем привет Я Валерий Миколаевский Я выбираю Эверласт Магазин ВС Спорт Рига Улица Дзелзова 120Г Телефон 67859200 67859200 Вся информация на сайте www.ws-sport.lv Хочу автомобиль Ну у тебя же нет прав Пойду в автошколу Ну я правда не решила еще куда Что посоветуешь? Смотря что ты хочешь Выбирай два из трех Быстро, качественно или недорого Ну времени всегда не хватает А качество моя безопасность Тогда тебе в Креско Платишь не только за обучение Но и за качество Категории на выбор А, Б, Б, Е, Ц, Ц, Е, Д И код 95 А главное свой транспортный парк Для каждого уровня Учебная площадка И преподаватели высочайшего класса Автошкола Креско Рига Улица Элиас 8 Кроме того Занятия проходят по адресу Марияс 17 В Кенгараксе На Кенгарага 6 И в Илгуцемсе На Балта 7 Информация на сайте www.kresko.lv И www.motoauto.lv Телефон 267-22228 267-22228 Спортивный клуб Golden Glory Объявляет набор в группы Для занятий ММА, К1 И Панкратионом Ждем ребят от 7 лет Занятие проходит по адресу Масковос 1 Хай-центр Борцовский зал Тренировки проводятся В хорошо оборудованном зале В дружеской атмосфере В клубе тренируются Как профессиональные бойцы Так и те, кто занимается для себя Клуб активно участвует На всех основных соревнованиях И воспитал немало чемпионов Первая тренировка бесплатная Ждем также девушек Возможны индивидуальные тренировки VIP До встречи на тренировке Вся информация по телефону 299-51-302 299-51-302 Смотрите нас также на сайте Тройной W.GoldenGlory.LV ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok